Житель Магнитогорска освоил профессию плотника, сварщика и битумщика, чтобы учить детей играть в хоккей. Местный сапожник своими силами восстанавливает хоккейную площадку в одном из дворов города. В свободное время пилит доски, заделывает трещины в асфальте и уже готовится заливать лёд. Кто помогает строителям, узнал Евгений Власов. Жители соседних домов приходят на эту хоккейную площадку с молотками, топорами и болгарками. Вместо зарядки уборка территории. Потом строители заменяют старые доски и обрезают порванную сетку-рабицу. Руководится местный сапожник Андрей Щёткин. Площадка находится возле его мастерской и мужчина каждый день приходит сюда после работы. Просто такой порыв души. Был когда-то у нас здесь такой дядя Витя, который с нами также занимался. Я решил вот так же как-то сделать что-то такое для детей. Житель Магнитогорска своими силами восстанавливает заброшенную хоккейную площадку. Летом дети иногда играли здесь в футбол. Но зимой залить каток было невозможно из-за трещин в асфальте. В них уходила вода. Борта шатались и были опасны. Андрей Щёткин обратился к местному депутату. Смог получить битум и новые доски. Заделал трещины и восстановил забор. Осталось покрасить доски. У нас сегодня день такой вообще крутой. Нам много чего надо сделать. Представляете, надо калитку доделать, её обшить. Вот эти борта, которые доски не хватает заделать. Ещё нужно это покрасить. Зимой Андрей мечтает тренировать детей на обновлённой площадке. Как его единомышленник Игорь Попеев. Он восстановил площадку три года назад. Там уже есть освещение и раздевалки. Зимой максимальное количество, тут до 60 заходит. Прямо, говорю, даже не успеваешь справляться с ними. Мальчиков отдельно, девочек отдельно. А в секцию, как бы, в хоккей, ну, человек 15-20, постоянно. Сейчас Андрей Щёткин ждёт комиссию из администрации, которая проверит работу. И готовится залить лёд после первых заморозков. Евгений Власов, Наталья Радько, Сергей Милютин, ОТВ.